Кризис Кризис у нас в нашей жизни происходит периодически. Наш центр компьютерного обучения специалист уже 25 лет на рынке. В этом году мы отмечаем 25-летие четверть века. У нас очень много выпускников, более 800 тысяч, более 35 тысяч корпоративных клиентов, 80 учебных классов, более 250 преподавателей-экспертов. Помогает вам разобраться в различных проблемах. Более тысячи курсов вы можете изучить в нашем центре. Меня зовут Светлышева Ольга Юрьевна. Я являюсь кандидатом юридических наук и сертифицированным специалистом в сфере кадрового менеджмента. Член Национального союза кадровиков России. Много лет работала директором по персоналу в разных отраслях. Также имею опыт преподавания в высших учебных заведениях и при подготовке и переподготовке профессионалов. Консультирую по вопросам HR-менеджмента. Пишу аналитические материалы в кадрах в журналах и специализированных сайтах. И веду вебинары по проблемам управления персоналом, трудового законодательства, кадрового дела. На одном из таких вебинаров вы и находитесь. А также я разработала несколько авторских курсов, семинаров. Приходите, всегда будем рады. Эту схему прохождения курсов по кадровому менеджменту вы можете увидеть на нашем сайте. Верхняя часть посвящена оформлению трудовых отношений. Нижняя – менеджменту, управлению персоналом. Вопрос, который мы сегодня будем рассматривать, он касается и того, и другого аспекта. В частности, когда мы говорим о том, что следует учитывать определенные правила при управлении персоналом в кризисный момент, то мы говорим о том, что надо относиться к имени соответствующим образом и управлять их поведением, а это менеджмент курса по управлению персоналом. И также правильно, грамотно оформлять отношения. Например, внедрение изменений или увольнение работников в связи с сокращением штата или численности работников организации. Это уже у нас ближе к кадровой работе в современной организации. Различные уровни первой, второй, третьей и четвертой. Поэтому, если какой-то вопрос вас заинтересует, вы захотите лучше в нем разобраться, мы приглашаем вас выбрать наши курсы и посетить их. Вопросы, которые мы обсудим сегодня на нашем вебинаре. Мы выясним, что такое кризис, какие бывают кризисы, что такое организационный кризис, когда возникают кризисы и в чем они выражаются, какими могут быть последствия ошибок в работе с персоналом в кризисный период, а также каковы особенности управления персоналом в условиях кризисов. И начинаем с первого вопроса, с выяснения того, что же мы подразумеваем под кризисом и как остальные люди видят этот вопрос. Сейчас на экране появился иероглиф. Это китайский иероглиф, который как раз и переводится как кризис. Но есть еще и греческое определение. На древнегринческом это решение, поворотный пункт и пара переходного состояния, перелом. То есть вы видите, что кризис не рассматривается как конечная точка. Это поворотный пункт. Значит, продолжение следует. Есть еще медицинское определение. Это состояние пациента, выход из которого ведет либо к его смерти, либо к возрождению. Тоже, собственно говоря, перелом и поворотный пункт. Ну и вот как раз китайский иероглиф, который состоит из двух иероглифов. И означает, один иероглиф означает проблема, а другой – возможности. То есть кризис всегда несет с собой какие-то возможности. Мы будем рассматривать понятие кризиса с точки зрения бизнеса. В бизнесе кризис – это период нестабильности, ситуации, когда надвигаются серьезные перемены. При этом результат перемен может быть как неблагоприятным, так и положительным. Но любой кризис представляет собой угрозу для выживания компании. Поэтому многое зависит от того, как руководители организаций будут распределять свои ресурсы, в том числе и человеческие, как они будут управлять персоналом. Для того, чтобы эту угрозу минимизировать, мы с вами сейчас и разберемся в том, какие бывают кризисы. И у каждой организации есть так называемая внешняя среда, а также непосредственно микро-макроокружение. Круг нас есть факторы, которые оказывают прямое воздействие на бизнес. Это наши клиенты, покупатели, поставщики, конкуренты, контактная аудитория. Это все непосредственное макроокружение. И каждый из них может также быть источником кризиса. Внешняя среда организации. Факторы более глобальные, политические, рыночные, социальные, технологические, международные, экологические, правовой, экономический фактор. Они также могут быть источниками кризиса. Итак, разделим кризисы на разные виды. Виды кризиса. Экономический, политический, социально-демографический, экологический, психологический. В зависимости от того, какой вид кризиса мы и будем действовать. Но есть определенные правила управления персоналом во всех видах кризиса. И основной цель мы сделаем на организационном кризисе. Что же это такое? Однажды Лилин Бунинг сказал, что заводы закрываются не из-за плохих рабочих, а из-за глупых начальников. Следовательно, менеджеры организации и в первую очередь топ-менеджеры, руководители высшего звена, должны взять на себя ответственность руководством кризисов и выхода из них. Как же понять, что кризис назревает? Есть специальные признаки, по которым это можно определить. Что же это за признаки? Первое. Шестьсот, а это дает шестьсот. Другие проблемы с достижением планов организации. Если у нас в организации ставятся какие-то цели, например, ключевые показатели эффективности, KPI и так далее, то при подведении итогов мы видим, что они не достигаются, не выполняются или не полностью выполняются. Второй признак – это то, что страдает, начинает страдать исполнительская дисциплина. Ее также можно проконтролировать. И если мы видим, что работники не выполняют свои задания, следовательно, возникает возможное, что это тоже есть признак кризиса. Качество работы. Если это клиентский бизнес, то мы видим и читаем отзывы клиентов. Если это производство, то, скорее всего, страдает качество выпускаемой продукции. Если это торговля, то также обратная связь от покупателей, скорее всего, будет негативная. Ну и как следствие, клиенты начинают уходить, жалуясь на недостаточное количество обслуживания или недостаточный уровень сервиса. При подборе тоже начинаются трудности. Поскольку работники, кандидаты не хотят идти в организацию даже на собеседование, читают черные списки работодателей и считается, что такой работодатель не является привлекательным. Проблемы с процессом или полагания. То есть руководство не могут договориться. Там наверху топ-менеджмент начинает тянуть в разные стороны. Ну и в общем у всех возникает какое-то такое предчувствие о том, что что-то происходит не так. Давайте разберемся, когда возникают кризисы и в чем они выражаются. Итак, давайте разбираться. Лучше всего, пожалуй, описал кризисы и объяснил их, а также выход из кризисов. Этот человек, это Ицхака Дизис. Он разработал свою теорию жизненного цикла организации и написал, что необходимо понимать, на каком этапе жизненного цикла находится компания. Это позволит избавиться от избыточных ожиданий и сориентироваться в целях, которые можно реализовать в этой компании, для этой компании и с этой компанией. То есть любой кризис, он не случайен. Поэтому, зная эти закономерности, в конкретной компании мы можем с ним работать. Мы можем предполагать, что наступит кризис и уже какие-то превентивные меры принимать. С ростом организации требования к системе управления меняются, а следовательно, должны изменяться и сами системы управления. Сейчас мы, например, посмотрим, как это происходит. Если же системы управления не изменяются, то организацию ждут те самые кризисы. И еще очень хорошую фразу сказал Ицхак Адизис о том, что организация стареет и загнивает не от времени, а от просчетов и ошибок управления, от слабого менеджмента. У нас есть примеры тех организаций, которые столетиями находятся на рынке и прекрасно себя чувствуют. И есть примеры, когда организация, не успев еще толком встать на ноги, уже пропадает, умирает, погибает, ликвидируется. Так что же такое слабый менеджмент и как можно работать с кризисами по Адизису? Как рассуждал Ицхак Адизис? Он считал, что для успеха менеджер должен одновременно обладать следующими качествами. Это способности постоянно заботиться об интересах клиентов и имиджа компании. То есть это на уровне клиентов и бизнеса. Следующее. Он должен быть отличным администратором. То есть уметь рационально организовывать, упорядочивать, систематизировать работу подчиненных, налаживать такую строгую, своевременную финансовую отчетность и контроль. Следующий момент. Он должен быть креативным, предприимчивым, то есть иметь стратегическое видение, оброжденное чувство инноватики, готовность к риску, способность к неординарным решениям и видению перспективы. И, наконец, он должен быть творцом принципов сильной корпоративной культуры, воспитателем коллектива, опытным антикризисным управляющим, вдумчивым отцом-интегратором, харизматическим вдохновителем командной работы во имя корпоративных целей. Мы прекрасно понимаем, что, наверное, нет такого идеального менеджера, который бы себе содержал все эти качества. Поэтому чаще всего в организации несколько руководителей, и они дополняют друг друга. В какой-то определенный момент на первое место выходит тот, который действительно может справиться с тем кризисом, который посетил в данный момент организацию. В руководстве должны быть следующие четыре типа руководителей. Первый – это производитель. Производитель, он ориентируется на результат. Он должен отвечать за производство, товары и услуг. Его роль или стиль руководства обозначается латинской буквой «П». Результатом, к которому должна стремиться любая компания, является качественное удовлетворение потребностей клиентов. Если компания удовлетворяет потребности клиентов, клиенты возвращаются в компанию за продуктами или услугами. Вновь и вновь. И самое главное, что нам уже не надо платить за вернувшихся клиентов. Нам не надо сделать дополнительную рекламу, оплачивать ее и так далее. Кроме того, клиенты ведут в компанию своих друзей, так называемое сарафанное радио. Это тоже нам абсолютно бесплатно находится. Доля рынка растет. Именно в работе на благо клиентов состоит роль производителя. А реализация этой функции способствует управленческий вид «Тамин» или «Доминанта характера», который и обозначает с буквой «П» производственная. Однако на рынке важно не только удовлетворять потребность клиента, но и сделать это с минимальными издержками, чтобы получить прибыль. И здесь роли производителя уже недостаточно. Удовлетворение потребности клиентов необходимое, но далеко не достаточное условие для получения прибыли. Можно качественно удовлетворять потребность клиента в затрате на эти непомерные ресурсы. Больше, чем тратят конкуренты. Клиент в этом случае останется доволен, а компания может разориться. Проблемой оптимизации использования ресурсов занимается второй тип руководителя – администратор. Его стиль руководства обозначается буквой «Ан». Роль администратора в том, чтобы упорядочить, систематизировать процесс управления командой, минимизировать используемые результаты, провести стандартизацию документа оборота и процедуру. Добиться того, чтобы не требовалось вновь изобретать велосипед каждый раз, когда надо куда-то поехать. Именно усилиями администратора в компании устанавливается бюрократический порядок. Прописываются функциональные обязанности, разрабатывается порядок согласования основных решений, определяются права и обязанности руководителей различного раунда и так далее. Однако эти две роли, обеспечивая функционирование и конкурентноспособность компании, в настоящем никак не связаны с ее развитием, с ее адаптацией к быстро меняющейся деловой среде, с подготовкой к удовлетворению будущих потребностей клиентов. Разработка подходов к тому, что ждет компания завтра, способность вести себя проактивно, предвосхищать развитие рынка, требует особого дара и креативности. Эту роль, связанную с реализацией данной функции, играет третий тип руководителя – предприниматель. В его стиле руководства обозначается буква Е. Предприниматель – это инициатор изменений. Он постоянно ориентирован на будущее. Настоящий ему скучно и неинтересно. Он полон идей и планов, которыми зажигает окружающий. Таких людей обожают и боятся, потому что они вываливают на подчиненных ворох революционных идей, требующих немедленного пересмотра всего и вся. И пусть эти идеи частные и зрелы, но они зовут к развитию. И пусть компания из-за предпринимателя также остается зеленой, делает ошибки и никак не достигает зрелости. Фаза зрелости – это когда бизнес идет по накатанной дороге, а процедура управления превращается в рутину. Эта фаза чреват неожиданным упадком. И тут включается четвертый руководитель. Интегратор – это руководитель, лидер, творец ценностей и традиций, создатель корпоративной культуры. Его роль – одна из наиболее сложных и важных управлений организацией. Методология «лидер» обозначается латинской буквой «i». Интегратор – это не только и даже не столько хороший менеджер, сколько в первую очередь лидер. Это творец корпоративной культуры, человек, который делает жизнь организацией осмысленно создает общую для всех работников и менеджеров систему ценностей, норм, принципов к единую общую стратегическую цель. Этот человек озвучивает миссию компании и убеждает всех, что во имя этой миссии можно, нужно и интересно работать вместе. Благодаря его деятельности в компании поддерживается органическое единство. В идеальном случае, каждый данный момент в руководстве компании должен быть представлен все четыре типа руководителя. То, что согласно буквенным обозначениям, принятым в методологии «рбиса», выглядит как код «адизоса», и выглядит он так – «PAEI». Это четыре составляющие кода именуются витаминами для менеджеров. В зависимости от стадии развития в компании «адизос» рекомендует либо увеличивать эти дозы, либо уменьшать их. Давайте посмотрим, как выглядит это на примере. Итак, первая стадия – рождение идеи. Когда собираются несколько человек, как правило, это знакомые, друзья, родственники, соседи, одноклассники, и говорят, а почему бы нам с вами… Ну и дальше вот рождают эту идею. То есть не какой-нибудь бизнес, не родить. Эта стадия называется «рождение идей». Характеристика данной стадии – это преданность компании и, возможно, нереалистичное принятие идей, потому что все на энтузиазме. Управление организацией отсутствует. Это идеальный вариант анархии. Владелец бизнеса может не решиться претворить идею в жизни. Это может быть временное увлечение. И в результате компания может погибнуть. Вот этот значок означает наиболее опасный период. Это очень опасный период, потому что подумали, сначала вдохновились, а потом посчитали и решили, что нет, наверное, это не выгодно. И понятно, что никакого персонала здесь толком нет. Здесь есть только несколько человек, которые вот как раз и думают эту идею развивают. И, конечно, на первое место выходит предпринимательство. Вот она, витаминка предпринимательства. Если ее развивать и дальше еще более новые идеи в этот бизнес вкладывать, то можно перейти на след, выжить и перейти на следующий уровень. Следующий этап – это младенчество. Если компания пережила вот этот страшный, опасный период, то дальше идет младенчество. Оно характеризуется тем, что появляются первые работники, появляются клиенты, бизнес-процессы. Они еще не формализованы, но они уже есть. Как правило, на этом уровне стиль управления автохратичный. Потому что руководит, как правило, один человек, и вот то, что он хочет, он пытается притворить в жизни. Организационная структура нечеткая, и все делают все. Здесь тоже может быть кризис, который называется смерть в младенческом возрасте. Она наступает тогда, когда младенчество затянулось. В этом случае энтузиазм истощается, преданность основателей к своему детищу иссяк, и также закончились деньги, которые брали в кредит или инвестиции, которые необходимо отрабатывать, и в результате этого кризиса. Как выжить в этом кризисе? Как мы видим, Адизис рекомендует в данном случае усилить производственную составляющую. Здесь у нас будет кризис, а тут клиентская составляющая, производственная. То есть мы работаем на клиентов, что касается управления персоналом, то это ориентация на результат. Клиент ориентирован, то персонал удержан клиентом. Если и этот кризис у нас закончится удачно, мы переходим на следующую стадию. Это интенсивная деятельность. Что происходит на этом этапе? Продукт, который мы производим, или услуга, пользуется спросом. Увеличивается число клиентов, растут продажи, впечатление процветания, земление необъятное, а также продолжается автократический стиль управления. Деятельность организована вокруг людей, а не процессов. Поэтому возможно дублирование или совмещение функций. И здесь наступает кризис, который характеризуется как западня основателя. Собственник достаточно самоуверен. У него начинается головокружение от успехов, что часто происходит, с распылением финансов на игрушки, в кавычках, конечно, владельца. Он получил деньги, и теперь он готов вложить их в свои мечты. Основная причина – это нежелание владельца трезво взглянуть на реальность. Он находится внутри ситуации, он может этого не видеть. Для того, чтобы пережить этот кризис, Одиндис предлагает увеличивать производственную составляющую, клиентскую и результативную, и предпринимательскую. Также побольше идей для того, чтобы выйти. Но, как вы видите, здесь очень опасный момент. Вот он, наиболее опасный период наступает. Дело в том, что на этом уровне следует отказаться от старого способа мышления в пользу развития организации. Как это может выглядеть? Руководитель организации, чаще всего он является и собственником бизнеса, он хочет все контролировать по-прежнему, но уже не может, потому что количество персонала выросло, и ему нужно передавать полномочия другому человеку. А сделать это достаточно сложно, потому что, во-первых, не все умеют это делать, во-вторых, не понимая, что это нужно делать, и психологически готовы передать контроль кому-то другому. Но если здесь все хорошо закончилось, тогда мы переходим на следующий уровень. Это этап зрелости. Организация как бы заново рождается на свет, и типичные черты зрелости – это конфликтность между ветеранами и новичками. К нам приходят новые работники, те, кто уже давно работает, говорят, что мы знаем, как нужно действовать. Новички приносят новый взгляд, и вот оно идет столкновение интересов, и очень часто ветераны просто выживают новичков. Здесь же происходит непоследовательность действий, и организация может быть покинута собственником попросения педагогического отчуждения, потому что он уже передал образы проведения наемным руководителям, и ему кажется, что это уже не его компания. В данном случае Адизис предлагает оставить предпринимательское начало и уже вводит новую витаминку – администрирование. Вот тут нужно все четко расписать, чтобы не было конфликтов между новичками и ветеранами, необходимо упорядочить деятельность и перейти к демократическому стилю управления, а также профессиональный менеджмент должен. Здесь, на этом уровне, прописываются должностные инструкции, создаются организационные структуры, оптимизируется штатное расписание, и так далее. Если здесь этот кризис пройден, мы переходим к следующему этапу. Это этап рассвета. Жизнь удалась. Это оптимальная точка кривой жизненного цикла, баланс между самоконтролем и гибкостью, ориентация на цель формирования структур и систем. Но, тем не менее, как мы видим, здесь тоже может быть какой-то кризис. В чем он заключается? Дело в том, что здесь есть риск почивания на лаврах. Часто на этой стадии организация открывает несколько дочерних предприятий, которые будут проходить все стадии развития, также с самого начала. И здесь адизос добавляет к уже имеющимся административным и предпринимательским витаминкам, еще и результативную калиемскую составляющую, которая выражается в том, что создается система оценки для персонала, разрабатывается система мотивации, обучения и развития и так далее. И, наконец, точка, самая высшая точка это стабильность. Это баланс между гибкостью, контролем и лидирующим положением на рынке, а также формализация политики и усиление централизации. Требуется в данном случае исполнительность. Кризис же заключается в том, что баланс не может быть постоянным. Компания не стремится к изменениям, уделяя большое значение, большее значение межличностным отношениям в коллективе и шлирискам связанным с ведением бизнеса. И в результате на этом уровне следует добавить все четыре витаминки, которые будут нам помогать. Как это выглядит с точки зрения управления? Здесь уже оптимизация бизнес-процессов, пересмотр и оптимизация структуры, клиент-ориентированный подход, распространение корпоративной культуры, например, проведение тимбилдинга. Мы видим, что у нас появляется новая интегрирующая составляющая, компанию надо собрать в кучку. Если на этапе рассвета у нас появились филиалы, представительства, иные обособленные подразделения, то необходимо, чтобы в каждом из этих обособленных подразделений культивировалась одна и та же корпоративная культура. И, как мы видим, после точки стабильности жизненный цикл организации начинает снижаться. Следующий этап это старение. Чувство безопасности, главную роль играют финансы, укрепление административной системы контроля, усиление контроля, акцент на процессе, а не на результате и формализм в отношениях при одежде. Финансовые средства расходятся на обустройство и укрепление существующей системы контроля, а не на развитие, застой, отрицание реальности. Почему так происходит? Потому что мы находимся внутри ситуации, у нас все хорошо, нам кажется, все здорово. Единственное, что нам нужно делать, это построить всех наших работников, расписать им на нормирование труда, и вот на этом этапе, как правило, прекрасно живут экономисты, экономический отдел и службы безопасности. Основной оценок делается именно на них. Следующий этап и следующий кризис связаны со склоками. В организациях царит дух консерватизма, ухудшаются функциональные функционирования, мы уходим уже от клиента, потому что работаем на пожелания собственника или руководителя, забывая о клиентах. Это называется затишье перед бурей. Перемалываются внутренние проблемы, конфликты, функция интеграции затухает, организация погружается в сложные, какие-нибудь неразрешимые структурные конфликты, которые решаются путем увольнения сотрудников, но при этом не меняется сама структура. постепенно внутренняя политика отдаляет компанию от удовлетворения потребностей конечного потребителя и начинается так называемая охота на ведьм, которая заканчивается бюрократизмом. Кризис, конфликты и борьба за выживание среди сотрудников организации существует. Организация не распадется, пока есть деньги. Если у нас бюджетная организация и финансируется из бюджета, значит, она так долго может существовать на этом уровне. Если же это конечная организация и притока денег нет, значит, скорее всего, скоро наступит смерть. Кризис бюрократии это организация полностью сосредотачивается на себе и на внутренних проблемах. Внутренняя организация процессов запутывается, нет склонности к повышению эффективности, к изменениям, нет ориентации на потребности клиента, поддерживается огромная громоздкая такая неповоротливая сложная система контроля над текущей деятельностью компании, которая требует от сотрудников соблюдения правил, процедур, но неэффективного труда. Пульт письменного слова и не создаются ресурсы для существования, что, собственно говоря, и приводит к смерти. Все, про смерть ничего говорить не буду, потому что, когда пациент скорее мертв, чем жив, тут уже никакие витамины нам не помогут. Вот такие составляющие жизненного цикла хода адизиса мы с вами разобрали. Вопрос пятый. Какие могут быть последствия ошибок в работе с персоналом? Тем более в кризисный период. Давайте мы перечислим. Первая ошибка. Конечно же, страдает репутация и имидж компании, потому что работники, уходя, недовольные, рассказывают об этом. В последнее время очень легко сделать это в социальных сетях, на форумах различных, и, естественно, вся эта информация просачивается. Повышается экосцентика участие персонала. Люди не удовлетворены, увольняются. Возможно, проблемы с законом, потому что на сегодняшний день любой работник может обратиться в государственную инспекцию через сайт онлайн инспекции .рф, извините, русскими буквами все, латинице набирается. И в результате государственная инспекция должна принять определенные меры, то есть провести проверку. Также требуются дополнительные ресурсы, такие как инвестиции, возможности, для того, чтобы вывести организацию из кризиса. Возможно, компания обратится к внешним специалистам и пригласит антикризисных управляющих, которые помогут вывести компанию из кризиса. Это дополнительно тоже от ресурса. Ну и еще последствия ошибок, самая печальная ошибка, это то, что компания ликвидируется или продается. Так вот, каковы же особенности управления персоналом в условиях кризиса? Так называемая антикризисная программа. Что нужно сделать? Первое, необходимо понять, что происходит, то есть провести диагностику состояния системы управления персоналом. Понять, где есть пробелы и что следует делать. Кроме того, надо обратить внимание на наших работников. Так называемый кадровый потенциал. Как у них развиты компетенции, на каком уровне находится квалификация работников. Определить требования к управляющим, особенно к топ-менеджерам, потому что если в такие периоды нам нужны топ-менеджеры, есть такая типология, когда топ-менеджер делится на три группы, это ледокол, на стартапах, здесь у нас не стартап, технолог, когда все тихо и спокойно, когда он может работать по стандартам, регламентам и так далее, в нашем случае здесь не подойдет, и кризис-менеджер. В данном случае топ-менеджер должен либо обладать этими чертами, либо должен быть определен человек, который бы выявил это. Поэтому требование к менеджерским составу. Также следует пересмотреть организационную структуру, оптимизировать численность персонала, возможно перераспределить функционал, либо сделать ее более плоской, играть в какой-то уровень управления, ну и анализировать и проконструировать рабочие места, то есть функционал, которым занимаются работники. Квалифицированный персонал может достичь эффективной работы гораздо быстрее, нежели персонал неквалифицированный. следовательно, как вариант выхода из кризиса, как это ни странно, в кризис обычно работодатели сокращают затраты на развитие персонала. Говорят, вот у нас пришел экономический кризис глобальный, будем сокращать, оптимизировать, что будем урезать? Ну, наверное, в первую очередь затраты на обучение. Зачем обучать, если у нас денег нет? Как это ни странно, неверный выход, потому что квалифицированный персонал, еще раз повторяю, и универсальные солдаты, которые знают смежные участки работы, они гораздо эффективнее будут для выхода из кризиса. Именно на них можно и опираться. Ну, и, наконец, рассмотрение возможностей использования современных кадровых технологий. Например, аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала, то есть вынос за рамки организаций каких-то неспецифических бизнес-процессов. Этапы проведения диагностики состояния системы управления. С чего начинаем? Надо выяснить текущую ситуацию посредством различных методов, о которых я сейчас тоже расскажу. Затем мы сравниваем то, что сейчас у нас происходит, с тем, что нам хотелось бы видеть. И затем мы формулируем действия и выстраиваем антикризисный план. При помощи каких инструментов нужно выяснить текущей ситуации? Во-первых, это наблюдение, во-вторых, разные виды интервью, опросы, в-третьих, анализ документов, анкетирование, например, топ-менеджеров и свод-анализ, анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. как можно проанализировать имеющийся кадровый потенциал? Следует выяснить, на каком уровне компетентности находится развитие руководящих сотрудников, в частности, профессиональные знания, практические опыт работы. И обратите внимание, очень важно в кризисной ситуации, чтобы топ-менеджер обладал еще опытом работы в экстремене. также важны организаторские способности для того, чтобы убедить работников организовать всю эту процедуру и, естественно, убедить работников в том, что изменения необходимы. Навыки работы в команде, потому что одиночка здесь не тянет весь бизнес, следовательно, надо работать в команде. Инновационный подход, то есть использовать какие-то новые средства, новые инструменты, более современные, а также смотрим обязательно на результативность. А постоянно делаем оценку результативности. Анализ конструирования рабочих мест. Как это происходит? Перераспределяем функции, определяем численность работников, для этого нам необходимо установить потребность, оптимизируем организационную структуру. Для работников устанавливаем определенный режим работы. Например, в кризисное время очень часто устанавливают неполный рабочий день или неполный рабочий смену, или неполную рабочую неделю, неполное рабочее время, для того, чтобы сохранить персонал в кризисное время, ну и затем опять участвовать с ними работать. Конкретизирование профессиональных квалификационных требований к работникам на конкретных рабочих местах в данном случае нам помогут профессиональные стандарты. Реконструирование рабочих мест, оптимизирование функционала, это должно повысить эффективность деятельности работника. И если нам придется все-таки резать по живому, то придется планировать мероприятия по высвобождению персонала. Эти мероприятия различные, в частности, необходимо просчитать экономические и социальные последствия. Экономические часто считают, но очень примитивно. Ну, например, если мы уволим работников, то нам не надо будет платить за них в носы в пенсионный фонд и в другие фонды. Но мы не думаем о том, а отдачи-то от этого работника тоже не будет, кто будет выполнять его функции. Косвенные такие трудозатраты. Социальные последствия. Если мы неграмотно уволим работников, тогда, опять же, начнутся проблемы и с законом, и репутация будет страдать. Второе. Мероприятия по высвобождению персонала довольно дорогие, поскольку нам необходимо выплачивать компенсацию, льготы и так далее увольняемым работникам. Ну и еще. При высвобождении необходимо тщательно разработать процедуру увольнения в связи с сокращением численности штата. слава богу, наше законодательство трудовое достаточно подробно это описало, и мы знаем, как правильно это делается. Многие компании, высвобождая работников, предлагают им помощь в период трудоустройства. Например, они предлагают разные вакансии, допустим, из службы занятости, или организуют бесплатные консультации у специалистов, у юристов, у психологов и так далее. При увольнении работников в связи с сокращением численности или штата работников увольняются не все, увольняют не всех, а тех, у кого более низкая квалификация или производительность труда. Каким образом можно узнать более низкую квалификацию или производительность производительности есть разные инструменты, например, можно сравнить, если у вас есть плановые показатели или ключевые показатели эффективности KPI, можно сравнить и посмотреть, кто из работников выполняет больше объема работы по сравнению с другими работниками. Выплата премии, если она, премия, завязана на результат, также можно посмотреть, кому больше выплачивалась премия. Очень актуально провести различные виды оценки и аттестацию персонала, чтобы выявить уровень развития компетенции, например. Уровень образования, если по должности есть определенные требования к образованию, то в первую очередь оставляем на работе тех, у кого уровень образования соответствует данной должности. Ну, а также соответствует квалификационным требованиям, например, в соответствии с профессиональными стандартами или с должностной инструкцией, все это учитываем. Есть льготные категории работников, которые при одинаково равной производительности труда и квалификации имеют право на оставляем на работе. Они перечислены в статье 179 Трудового Кодекса Российской Федерации. При увольнении работников в связи с сокращением численности штата работника возникает вопрос, за какое время, как соблюсти процедуру увольнения, в частности, за какое время мы должны предупредить работника о увольнении. И законодательством это тоже все четко прописано. Согласно 180-й статье Трудового Кодекса работодатель должен предложить другой имеющейся работу работнику, это часть первая, персонально каждого работника предупредить подроспись не менее чем за два месяца до увольнения, это часть вторая, и, наконец, может быть компромисс достигнут. Если работник и работодатель договорятся, то работника можно и ранее уволить, не дожидаясь окончания этих двух месяцев, но только с письменной согласия работников, и работодатель должен оплатить работнику сумму пропорционально неотработанному времени по среднему заработку. В случае увольнения работника по данному основанию работодатель должен выплатить согласно 178-й статье Трудового Кодекса выходной пособия. Итак, за два месяца до увольнения предупреждаем письменно, письменной формы. В день увольнения выплачивается выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы, выплаты компенсации за неиспользованный опыт. И работник имеет право после увольнения встать на учет в службу занятости. Если он это сделает в течение двух недель после увольнения, дальше у него будет льгота. Сейчас поясню, какая. В окончании первого месяца, если работник нет трудоустрой, он возвращается к работодателю, предъявляет соответствующие документы, и пишется явление с просьбой о выплате еще одного месячной заработной платы, и работодатель согласно 178 статье обязан это сделать. В случае, если по окончании месяца работник нетрудоустроен, то работодатель ему оплачивает еще одну среднюю месячную заработную плату. А вот в случае, если он нетрудоустроен далее, и в этот момент встал в течение двух недель на учет службы занятости после увольнения, то в исключительных случаях по решению службы занятости в течение третьего месяца также оплачивается еще одна среднемесячная заработная плата. Для этого работник должен предъявить не только свой паспорт, трудовую книжку о том, что у него нет записи других работодателей и написать заявление, он должен еще предъявить в письменной форме документ, который называется решение службы занятости, который берет на себя ответствие за его трудоустройство. Предполагается, что в течение трех месяцев пытались трудоустроить, ничего не получилось, поэтому ему выплачивать еще один средний заработок. Если же работник работает в районах Крайнего Севера и при равных местностях, то согласно 318 статье в исключительных случаях среднемесячный заработок сохраняется за указанным работником еще в течение четвертого, пятого и даже шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости. При условии, если он в месячный срок после увольнения обратить не в двухнедельный, а в месячный срок, обратился в этот орган и не был им трудоустроен. Итак, кризисы приходят и уходят, и с ними можно работать. Цель сильного менеджмента заключается в том, чтобы предвидеть эти кризисные ситуации, принимать превентивные меры, а также работать на профилактику последствий. Мы с вами рассмотрели следующие вопросы. Мы выяснили, что такое кризис, какие они бывают, остановились на организационном кризисе, выяснили, когда они возникают и в чем выражаются, какие последствия ошибок в работе с персоналом в кризисе и каковы особенности управления персоналом в условиях кризиса. Сейчас мы проверим наши знания, а затем вы зададите свои вопросы и я готова буду ответить на них. Итак, проверяем наши знания. Вопрос первый. Кризис это? И несколько вариантов ответов. Решение поворотный пункт, пора переходного состояния в состояние пациента, выход с которого ведет либо к его смерти, либо к возрождению. И еще один ответ. Период нестабильности в ситуации, когда надвигаются серьезные перемены. Как вы считаете, какой правильный ответ? Все три, совершенно верно, просто это разные аспекты кризиса. Все три правильных ответа. Следующий вопрос. Какие признаки указывают на то, что в организации надревает кризис? Возникают трудности с контролем исполнения, страдает качество работы, клиенты жалуются на низкое качество обслуживания, компания испытывает трудности с подбором персонала, теряет привлекательный имидж работодателя, а руководитель организации получает годовой бонус. итак, какие признаки указывают на то, что в организации надревает кризис? Кроме последнего, то есть когда руководитель организации получает годовой бонус, значит в организации есть деньги и до кризиса еще далеко. Согласна. Третий вопрос. Какие составляющие не входят в код Адизиса? производственная, административная, предпринимательская, интегративная, демографическая, социальная не входят. Две последние. Демографическая и социальная действительно не входят в код Адизиса. Входят производственная, административная, предпринимательская и интегративная. Четвертый вопрос. К анализу и конструированию рабочих мест относятся перераспределение функций, оптимизация организационной структуры, конкретизирование профессиональных квалификационных требований к работникам на конкретных рабочих местах, оптимизирование функционала. Да, вы абсолютно правы. Все четыре ответа верны. И все они относятся к анализу и конструированию рабочих мест. И заключительный пятый вопрос. При сокращении численности или штата работников работодатель не обязан предложить другую имеющуюся работу, предупредить персонально каждого работника под роспись не менее чем за два месяца до вольния, выплатить выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты, поставить работника на учет в службу занятости. Не обязанность. Верно. Поставить работника на учет в службу занятости. Работники сами должны пойти и встать на учет в службу занятости. Спасибо. Вы ответили правильно на вопросы. И я еще раз напоминаю, если какой-то интерес возник к этой теме, к другим темам, мы всегда вас ждем. Схема прохождения курсов по кадровому менеджменту, расположена на нашем сайте специалист.ру По окончании наших курсов вы можете получить один из этих документов и даже в некоторых случаях сразу три свидетельства об окончании курса сертификат на английском языке и один из документов либо диплом о профессиональной преподготовке, либо удостоверение о повышении квалификации. Все вопросы по организационным моментам вы можете задать нашу менеджеру на сайте специалист.ру Мы благодарим вас за внимание.